Что тебе помогло? Так, добрый день! С вами Галина Смис, без ваших писем. Потому что просили показывать, и что я вижу, и что я покупаю, и где я бываю. Вот это вот, сколько у нас получилось? Шесть пар обуви, я подальше встала специально. Это то, что я приобрела себе за последние три дня. Ну, два-три дня. То есть мы съездили в очень хороший парк, который называется Ахадия, национальный парк. Броневое видео я монтирую. А пока вот хвастаюсь своими покупками. Вот так это чудо выглядит. И я купила всех имеющихся расцветок. Вот эта фирма какая-то. Годива. Или Гоудайва. Как шоколадка. Годива шоколадка такая. Вот такие просто. Это еще воспоминания о юности. Вот они у нас такие были очень модные саба. Тогда я в них ходила, будучи студенткой. Но когда одела, вот захотелось скупить абсолютно все. Я скупила все имеющиеся цвета. Вот это вот другая фирма. Единственная другая фирма. Но они тоже как тапочки. Я даже эту фирму не знаю. Понятия не имею, что такое. Ну, они еще и сбоку у нас вот такие раскрасавицы. И ножка абсолютно маленькая. Просто дырки сквозные. Дырки сквозные. И пальчик проходит. Вот такую я не смогла, чтобы не купить. Но и магазин Люся показала такой, что вот самые дорогие вот эти башмачки, они обошлись мне в 25 долларов или в 26. У них даже нет там таксы никакие на продажу, на покупку. То есть я просто вынуждена взять у Люси новый, не новый, а старый чемодан, чтобы его дома вытянуть. Потому что вот оказывается в Бостон, равно как и в Таусу, надо приезжать с пустым чемоданом, чего я не учла. Мы в Мэйне это купили, правда. В Мэйне, а мы в Мэйне это купили, потому что Люся там жила. Мы про это все будем рассказать. Вот такие перчаточки какие-то, они, наверное, велосипедные все-таки, я думаю. Но я их купила в огороде. Работать буду вот в таких. Тут замша впереди. Прелесть какая-то. Я не могла их не купить, потому что у них цена, и вот здесь у нас цена, вот 3 рубля. Ну как не купить такие вот велосипедные, шикарные перчатки, если мне надо же траву полоть. Орычинол, Люда, сейчас не написали. Ну, они хорошие, дорогие. Да, они там в магазине. Хорошие, дорогие. Потом, я, к сожалению, не выполняю главную правило блогера, который должен напевать всегда, я всегда с собой беру видеокамеру. Мы когда зашли в этот магазин, я не взяла видеокамеру, потому что потом мне очень хотелось вернуться в этот магазин, чтобы снять рек, на котором написано. там, какую фирму? Роберто Кавали и Дольче Кобали. Не-не-не, там была новая фирма, итальянская фирма. Да-да-да. Это мы с тобой взяли Роберто Кавали, а там было вообще... Версачи. Версачи. Подойдет это Роберто Кавали. И я тоже покажу вам ценник. Ориджи на 690 рублей. Вот это вот цена, которую нормальные люди платят. А это... Была... Это та, это та, за которую я взяла своему супругу. За 35 долларов шикарная рубашка. Мы на спине, не знаю, будет видно или нет. 100% катон, 98% катон и 1% эластин или что-то там добавлено. То есть, ну, это просто... Это сказка. Ну, с нас забыли снять же вот эту вот штучку. Снимем. А я вот... Снимем. И это моя покупка. А мы раз уже в тот магазин зашли, это Люся набрала своему любимому сыну. Это у нас тоже Кавали. Тоже Кавали. И мы берем ее за... Сколько мы теперь... Ну, такая же. 34. Вот это... Шикарно. Она вот насквозь вот просвечивает. Вот, видите, да? Просвечивает. Великолепная рубашка. Здесь 67 катон и 33 вискоза. 33 вискоза. Ну, великолепная. То есть, я ей уступила, потому что она-то ребенка берет. Давай, клади ее тоже на стол сюда. Вот такая вот шикарная. Вот просто морлевочка. Вот пальчики мои видны. Морлевочка. Это у нас от дольчиков она идет. И мы за нее заплатили сколько? 30 долларов. А ценник тут заклеили? Оригинал не видно. Но он тоже... Ну, все равно, где-то 600, 700, 800. Вот такая вещь. Вот такая вещь. Вот такая вещь у нас получилась. Сын будет просто счастлив. Уже ждет. Уже ждет. Уже все, мы рассказали. Далее я купила. Вот набор щуточек. Не удержалась. Это натуральное. Это натуральное. Это натуральное. И цена соответственно. Боже мой. Ну, как мне взять за 2 рубля? Все натуральное. Пришлось взять. Буквально вынуждено. Сумок я вам показывала. Сумок мне не надо никогда. Уже нисколько. Ну, вот показываю сумки. Ну, вот перед этой я не устояла. Она уже после того, как я купила вот эту вот корзиночку. Ну, я не смогла ее не купить. Пришлось купить. И у меня в этот раз все сумочки-то синенькие. Я в свое время в Москве набрала все синенькие туфельки. В этот раз все синенькие сумочки. То есть, вот это вот у нас от так Мари Клэр. Понятен не Мари Клэр. Но на ней сбоку висит этикеточка о том, что у нас кожа натуральная. И цена у нее где-то 25 рублей. Да, у нас есть цена. Вот она такая. Ну, как мне взять натуральную кожу за 25 долларов. Беру, называется. Вот такая вот сумка. Причем она универсальная. Тона и с коричневыми тонами, и совсем подряд идет. А началось все вот с этого. Началось все вот с этого. Чудо какое. Потому что оно, можно его вот здесь, колечки есть, на серединке клеить. Или это другую я уже взяла. Это, наверное, я другую взяла. Она раскрывается очень большая. И я могу в нее свой компьютерик положить. Вот. А снизу еще открывается тут отдел. Если хотите. Ну, вот я без стойки, поэтому у нас... Она расширяется. Она расширяется просто. А, это другой я, значит, смотрела. Купила, заказания посмотрела. Вот такая сумка шикарная, с множеством отдела внутри. И девочки всегда просят фирмы. У нас есть фирма где-то написано? Где-нибудь должна быть. Ну, ладно. Самое главное, она будет очень функциональная. Логотипы HM. HM? GM. GM логотипы. Ну, девочки, возможно, знают. Я небольшой. Я покупаю не то, что должно звучать, а то, что мне нравится. Не то, что мне удобно. Так, ну, я люблю вот такие сеточки, накиточки всякие. Вот, это сегодняшняя уже покупка. Мы на обратном пути еще зашли. Я люблю, когда... Ну, уже называется возраст. Надо иногда сарафанчик прикрыть. Это я перед вами сижу в сарафанчиках там безо всего. А на народ-то я выхожу все равно. Это у меня перец. Это за 3 доллара. Это мы за 3 доллара нашли. У меня вот плечо будет открыто. Ну, и, конечно, Animal Print кофточка. Ну, вот такая вот. Ну, как мне взять? За 3 надо взять. За 5 же тут Animal Print. А это, Люсь, накидывай на себя, потому что я как-то плохо показываю. Я люблю кардиганчики, что-то накидывать. И вот тут вот я, наверное, долларов поди за 5 взяла, да? За сколько, Люда, мы взяли такую вещь? Можно посмотреть? У нас тут сумки кругом разложены, потому как мы только приехали. 4,19. 4,19. Вот такую. Я не удержалась тоже. Не удержалась, потому что я ее буду носить. И то, что я никогда практически... Давай на тебе опять. Не беру. Мне не нравится обычно вот неровный край. А вот... Но я очень люблю полоску. Вот горохи и полоски, это моя слабость. И поэтому мы взяли, и буду либо с белыми, либо с черными штанишками носить. И буду вся такая молодая и красивая. И вот с этими лосиночками мы будем купить. Эти я дорого купила. Я, наверное, рублей за 7 или за 8 купила. Но они от MyTlaCourse. Стив Мейден. А, извините, от Стива Мейден. Она пришлось их взять. Ну и, как всегда, я беру... Я беру наклейку на холодильник. Там, где я была. В этот раз мы побыли вот в этом национальном парке. А на обратном пути мы остановились еще вот на этом пляже. То есть на моем холодильнике все это разместится. А он прилепился. Вот такой я взяла подвесочку. Потому что с одной стороны еще и викторий есть. Ну, на этом мы закончим обзор моих... Виноводочные. А виноводочные сейчас покажем. Вот еще виноводочные мы заехали. И у нас в Оклахоме очень дорогие напитки. Потому что я вам рассказывала, у нас племена, их стараются удержать. И поэтому делают очень дорогими напитками. Мы купили с ней сегодня раз, два, три, четыре, пять. И вот такую вот малюсенькую лапусечку тоже купили. И ценник был 45 долларов за все вот это. Причем у нас тут коньяк, у нас здесь ирландский крем, у нас здесь водка и вина две бутылочки. 45 долларов. Но я привыкла считать на русский все еще 30 за доллар. Хотя сегодня он снова подорожал, уже к 60, снова приблизился. То есть вот считать по старому, к которому я привыкла, это на полторы тысячи. У нас шесть бутылок. Это не у меня, это у Люси. Здесь она научилась здесь жить. Там вообще такс не берут. Это водочный аутлет. У дороги магазин специальный для туристов. Для въезжающих к вам? Вообще просто у дороги. У дороги, ну аутлетовские магазины. Там нет в таксах, ничего. Там даже от нас едут за сигаретами. Но это еще не в вашем штате. Это Нью-Хэмпшир. А Нью-Хэмпшир мы мимо ехали. Поэтому она знает, когда с той стороны едет, она в нем останавливается. И закупает себе на полгода или на год. Вот на полгода или на год и закупили. А с вами была Галина Смис. Люся, алкогольные напитки. Мои новые все покупки. Так ассоциировала Люся, алкогольные напитки. Я перечисляю всех через запятую. И сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.